Здравствуйте! В эфире программа «Нефть» и ее ведущий Олжас Байдельдинов. На какой стадии находится модернизация казахстанских нефтеперерабатывающих заводов? Когда мы сможем полностью обеспечить себя высококачественными нефтепродуктами стандарта Евро-4 и Евро-5? Нужен ли Казахстану четвертый НПЗ? Об этом сегодня мы поговорим. У нас в гостях Голымжан Жешебекович Амантулин, советник-председатель управления казахстаной газ, переработка и маркетинг. Саджан Сагидлаевич Каримов, заместитель директора Департамента развития нефтегазовой промышленности. И Асхат Серикович, директор Департамента маркетинга нефтепродуктов казахстаной газ, переработки и маркетинг. Здравствуйте! Первый вопрос, наверное, адресую вам. На какой стадии сейчас находится модернизация казахстанских НПЗ? В какую сумму примерно оценивается модернизация на текущий момент? И когда мы сможем увидеть, условно, первую партию нефтепродуктов Евро-4 и Евро-5 с наших заводов? На сегодня модернизация трех наших нефтепродуктов идет полным ходом. По Атравскому заводу находимся в завершающей стадии строительства. Планируем до конца этого года завершить механическое завершение. И пуск наладочной работы завершить к июлю 2017 году. По Атравскому заводу и Чемкенскому заводу идет активная фаза строительства. Решены все вопросы финансово-кредитных соглашений. Первые этапы планируем завершить к середине 2017 года с заведением, так сказать, и пускную эксплуатацию, уже полномасштабную эксплуатацию к концу 2017 года. Общие объемы инвестиций оцениваются около 6 миллиардов долларов. Ну и, так сказать, завершение, общее завершение планируется к концу 2017 года. То есть, с середины 2017 по конец 2017 мы уже можем увидеть какие-то первые партии наших отечественных нефтепродуктов? Вообще, первые партии уже идут, они получены. Допустим, по Атравскому заводу мы завершили первый этап модернизации. Получили увеличение производства скактанов и бензинов. Во-первых, полностью перечиняло производство скактанов и бензинов. Во-вторых, увеличили производство 600 тысяч до 700 тысяч тонн. Плюс 100 тысяч тонн. Это уже первые результаты. Кроме того, по качеству дизельного топлива, уже сегодня оно соответствует требованиям К3-К4. Мы пока об этом не декларируем, не говорим, поскольку на сегодня нормативное требование, которое у нас допускает продукт на рынок, это требование К2. Не ниже евро-2? Да, не ниже евро. Но фактически уже дизельный топлив идет к качеству К3-К4. Понятно. Саджан Сагидович, вопрос тогда адресованный, наверное, вам. Мощности казахстанских НПЗ на сегодня и после модернизации? Насколько увеличится, изменится глубина индекс Нельсона и так далее? Вот сейчас цифра прозвучала. Примерно середина 2017-го, конец 2017-го завершатся эти работы на трех НПЗ. Какой объем примерно можно ожидать? Ну, по подсчетам и как предыдущие были предоставлены информации, что после завершения модернизации и реструктуризации повышается среднее значение технологической сложности НПЗ. Соответственно, вот вы спросили о индексе Нельсоне. Это в цифровом выражении, которое указывает от 5,5 до 9,5 единиц. На НПЗ этот показатель будет составлять порядка 11 единиц. На Шемкенском нефтеперерабатывающем заводе будет порядка 8 единиц. И на Паударском нефтеперерабатывающем будет около 9,2%. Но в сравнении, на сегодняшний день текущий индекс Нельсона по американским нефтеперерабатывающим заводам составляет порядка 10,4%. На европейских это будет 7,8%, и на российских порядка 4,5 единиц. Индекс Нельсона – это эталонный показатель, который показывает сложность и оценку нефтеперерабатывающего завода. И чем выше данные, тем указывается глубина и качество выпускающего нефтепродукта. В этом технологии при завершении модернизации, я думаю, увеличится глубина переработки, увеличится выпуск светлых нефтепродуктов, соответственно, повысится качество экологического составляющего, то есть меньше будет составляющей серы в дизеле. В этом плане будет увеличение по бензинам в 2 раза, и дизеля и других темных продуктов будет порядка 1,5-1,8%. У нас сейчас по году около 13-14 миллионов тонн нефтепереработка, условные цифры. После модернизации назывались цифры 16-17 миллионов тонн в год. В порядке к этому и эти цифры и будут. Эти цифры и остаются. Асхат Сергеевич, вопрос к вам. По структуре рынка и по самим НПЗ, они входят в компанию «Казмногазпереработка и маркетинг», если не ошибаюсь. Подскажите, объем инвестиций по заводам, он инвестируется за счет собственных средств или это привлечение каких-то кредитных ресурсов? На каких условиях, если она доступна? Ну, само собой, вся модернизация делается на заимствованные средства, но при этом модернизацию проводит «Казмунный газ», собственно, сами заводы. Модернизация, уже как коллеги говорили, она делается в первую очередь для того, чтобы увеличить глубину переработки, получить больше светлых продуктов, получить больше бензинов. Сейчас мы получаем большой объем мазута, который приходится экспортировать. Ну и во вторую очередь, наверное, здесь играет важную роль то, что мы стремимся к экологическим классам, то есть чтобы наши бензины соответствовали стандартам евро-4, евро-5. Это так. А объем от 6-6,5 миллиардов инвестиций – это полностью кредитные средства? Они номинированы в долларах или это часть там выдана в РК? Ну там сложный портфель, если честно, сложный портфель. Сам детально я этим проектом именно финансирование не занимался, но скажу, что там сложный портфель, там в долларах что-то есть, что-то в тенге, что-то собственные средства, что-то привлеченные средства. Ну пока все эти суммы осваиваются, и примерно в середине 17-го, конец 17-го эти заводы полностью выступят. Да, модернизация, она же не стоит на месте, то есть каждые установки по мере подхода, они наустанавливаются. Как Галунжан Рашебех сказал, уже на Атаравском НПЗ уже какие-то процессы прошли. Мы, допустим, летом уже первую партию бензола отгрузили, то есть нефтехимические продукты, которые никогда у нас не производили на наших заводах, мы уже их производим. И уже есть заинтересованность, спрос с них, то есть есть покупатели, мы проводим уже какие-то конкурсы по реализации указанных продуктов. Галунжан Рашебехович, наши гости все время кивают в вашу сторону, видимо, основные вопросы вам следует задавать. Как считаете, у нас повысится объем переработки, примерно на 2-3 миллиона тонн нефти в год, условно. Эти объемы будут полностью переварены внутренним рынком, то есть уйдет импорт нефтепродуктов, либо, возможно, будет какой-то экспорт сопредельной страны. На ваш взгляд, прогноз, оценки? Значит, когда мы говорим, что мощность завода возрастет до 17,5 миллионов тонн, мы говорим о возможных технологических возможностях модернизированных заводов. Но совершение означает, что такой объем будет перерабатываться. Перерабатываться будет тот объем, который будет достаточен для покрытия внутренних потребностей республики и, возможно, экспорта. Мы рассматривали возможности экспорта. Это в первую очередь у нас Афганистан, Кыргызстан, в Кыргызию, частично в Узбекистан. К сожалению, допустим, Сувару самодостаточный оказался. Россия тоже проводит большую объем модернизации заводов. У них тоже ожидается большой профицит производства светлых нитепродуктов в ближайшие годы. Поэтому будет загружен завод настолько, насколько будет реализован нефтепродукт. То есть, условно, на восток и север мы экспортировать точно не сможем. Там рынок занят своими. То, что южнее нас, туда можем выйти мы? Можем и выходим. И будем выходить. Кроме того, у нас и потребность внутренней хорошим темпом нарастала, по крайней мере, последние 10 лет. И ожидаем, что, да, с меньшей темпом прироста, но все равно будет нарастать. – Наскорий Сергеевич, добавите ли? – Ну, я бы добавил, да, то есть, как бы этот вопрос, наверное, ближе ко мне, так как коммерческие вопросы, да, мы курируем. Правильно на рынке будет производиться продукта сколько, сколько это потребуется. Куда экспортировать будем? Мы, в первую очередь, свои взоры направляем на страны, где менее развита нефтепереработка. Соответственно, есть спрос сейчас в приграничных странах. Они потребляют, допустим, высокое влияние российского продукта. И завтра мы будем уже конкурировать с ним. Но никто не исключает, что завтра мы можем и на запад погнать этот продукт, и на север. Потому что все связано, в рынке же действует, согласно правилам спроса и предложения, какие котировки будут, какая будет заинтересованность. Потом какие-то изменения бывают, не дай бог у соседей, авария на заводе, неплановая остановка. Соответственно, образуется вакуум, куда нужен продукт. – Ну, то есть, рынок отрегулируется. – Да, это живой процесс, который нельзя сказать, что завтра мы будем все продавать в одно место. То есть, постоянно в режиме онлайн это будет отслеживаться, постоянно будет вестись какой-то мониторинг и искаться те направления, которые более выгодны. То есть, ну, все же хотят заработать. – Ну, да, естественно. Здесь, кстати, говорили о внутреннем рынке, да, о том, что вот тот объем автомобилей, который там говорили, к нам приплыл, условно говоря, с России в результате того, что российский рубль плавал, а мы там держали фиксируемый курс, назывались там различные цифры, там вплоть до 100 тысяч автомобилей, которые пришли к нам с России. Они оказали влияние на внутренний спрос или это такое нейтральное влияние? – Ну, вы знаете, мы анализ проводим уже много лет. Общее потребление бензинов, имеется в виду всех марок, начиная от низкооктанов до высокооктанов, оно уже не меняется в протяжении четырех лет. Провели внутренний анализ, во-первых, идет, то есть, переток, соответственно, всех хотят перейти на более качественный продукт. И второе влияние оказывает газовые автомобили. То есть, сейчас идет повальный переход, но на газовое оборудование. Если вы замечали, то уже ландкрузеры даже переоборудуют на газ, потому что все есть вопрос в цене. – В цене, да. И даже приток того российского автотранспорта, он как бы сильно на потребление бензина пока не отразился, потому что идут разные… – Ну, понятно, есть перетоки, но в целом, если рассматривать нефтепродукты, в целом, в любом случае, рост есть. – Конечно, конечно. Ну, рост потребления, он же связан с экономическими процессами. В стране идет рост экономики, рост каких-то проектов, дорожных карт. У людей повышается общее состояние, как говорится. И, соответственно, идет рост. – Саджан Сагидович, насколько я знаю, департамент развития нефтегазовой промышленности, в него, нефтяной промышленности, в компетенции также входит и мониторинг поставок на внутренний рынок, нефти, нефтепродуктов и так далее. Вот только что мы говорили о том, что номинальная мощность заводов вырастет, но не факт, что они будут работать на полную мощность. Вот после модернизации вопрос с загрузкой казахстанских НПЗ нефтью, казахстанской нефтью, либо импорта с России, он претерпит какие-то изменения или пока останется в тех же пределах? – Ну, изменения будут. Изменения будут, в первую очередь, в составляющей их добычи нефти. Нельзя не скрывать, что с каждым годом добыча нефти снижается, это уже глобальный вопрос. Разработка новых месторождений проводится, это в основном морские проекты. – Шельфовые. – Шельфовые, да. Но на сегодняшний день достаточность наполнений остается. И самое главное при модернизации и проведении всех работ и пусконаладочных работ, когда выйдут на свою мощность заводы, самое главное обеспечить внутреннюю потребность бензинами, нефтепродуктами. А там уже надо смотреть, правильно как сказал Асхат Серкович, есть возможность экспортировать, есть возможность делиться, зарабатывать. – Уточняющий вопрос, после модернизации, Павлодарский НПЗ, он сейчас ориентирован на легкую западно-сибирскую нефть, порядка 1-2% только по ставке казахстанской нефти. После модернизации он сможет принимать казахстанскую нефть? Гипотетически, допустим, появился маршрут. – Он и сейчас может принимать. Не было такого, что только на западно-сибирскую нефть, потому что с учетом различных проведенных ремонтов, плановых ремонтных работ, изменений. Проходят каждый раз изменения в структуре завода. И на сегодняшний день он может принимать как и западно-сибирскую нефть, так и западно-казахстанскую. – То есть постепенный процесс, он уже способен? – Уже способен. – А перспектива Павлодарского завода, она вообще предусматривает, что на ПНХЗ мы сможем поставлять казахстанскую нефть? Ну, по маршрутам транспортировки? – Ну, маршруты транспортировки на сегодняшний день у нас одни. Это экспортно-ориентированные. Нефть в большей степени уходит на экспорт на известным трубопроводам. Это от РАУ «Самара», Каспийский трубопроводный консорциум, направление Китая от Асола «Шинькоу». И вот в одном из направлений Кинкеакатрау разрабатывается соглашение и рассмотрение между китайскими компаниями и национальной компанией «Казманный газ» о реверсном направлении. Как придут к соглашению, как расширится данное направление, поставки нефти с западного Казахстана на заводы ПНХЗ и на транспортировку на китайское направление, будет в большей степени, соответственно, будет рост. – Соответственно, будет рост. Вопрос. Часто говорим об экспорте. На международных рынках какая тенденция есть сейчас? Казмонайгаз, как вертикально интегрированная нефтяная компания, ВИНКИ, заключает, условно говоря, весь цикл. От добычи нефти до пистолета на АЗС. В мире сейчас нефтегазовые корпорации, ведущие, часто слышим какие-то громкие сделки, продали сеть НПЗ, продали сеть АЗС. Отказываются или это просто единичные случаи? То есть, что выгоднее сейчас? Многие сейчас нефтегазовые компании либо становятся чисто добывающими, либо расширяются до такой степени, что энергетику полностью включают, начиная от угля и электроэнергии, вырубки. Зложно сказать, что в целом мире все. Но то, что, допустим, доступная информация поступает, такого повального отказа вертикально интегрированной компанией от нефтепеработки или от нефтехимии нет. Есть единичные случаи по разным причинам. И в первую очередь из-за того, что существующие активы устарели морально и физически. То есть, у них вопрос стоит или вкладывать новый миллиард в низкориентабельное производство, или же отказаться. Часто бывает, что принимают решения по отказу. И в первую очередь, если слышим, что закрываются заводы и прочее, это закрывается отдельно стоящий НПЗ, который как раз и не входит в нефтяные компании. То есть, это единичные случаи, которые не определяют тенденцию. Не определяют, совершенно верно. Саджан Савидович, завершающий вопрос. Очень часто и много копий сломано о том, что необходимо ли четвертый НПЗ. Говорят, что пока мы модернизируем три НПЗ, на горизонте 25-х годов возможен опять дефицит. Нужен ли четвертый НПЗ? Планируется ли он? На какой стадии обсуждения? Ну, согласно исполнению поручений главы государства по строительству нового НПЗ, правительством и также министерством были разработаны и созданы рабочие группы во главе государственных органов, акиматов. И в связи с этим рассматриваются вопросы по инвестициям, размещениям, землеотведениям, срокам строительства. Рабочая группа работает на сегодняшний день. И при этом необходимо отметить, что о местоположении, о инвестиционных сроках и по постройке данного завода будет решать само правительство непосредственно Республики Казахстан. То есть пока идет проработка вопроса. Но вообще в целом нужен он будет, как считаете? Или достаточно будет трех? Ну, после заключения технико-экономических обоснований, предтехнических, экономических, все будет зависеть от информации спецов. При окончании в 2017 году модернизации и различных вводов в эксплуатацию наших заводов поступит информация, будет рассмотрено это все. И на основании данной информации уже будет принято решение. Аскад Сеевич, вопрос к вам, также завершающий. В Казахстане сейчас достаточно много новостей о создании мини-НПЗ. В ЗКО, если не ошибаюсь, конденсат какой-то завод построил и ввел, по-моему, 500 тысяч тонн, кажется, у него мощность. Вот мини-НПЗ, формат мини-НПЗ, он актуален для Казахстана? Или все-таки лучше придерживаться таких крупных объединений, которые могут выпускать такую сложную нефтехимическую продукцию? – Ну, я бы как сказал, в Казахстане сейчас создаются все условия для начала бизнеса. И я думаю, это отрадно, что у нас развиваются не только крупные компании, в частности строятся большие заводы, но и строятся какие-то мини-НПЗ. Эти мини-НПЗ покрывают какую-то региональную потребность. Реально, я могу сказать, может, даже они сейчас и помогают в какой-то степени для закрытия потребностей нашим трем большим НПЗ. Про конденсат вы говорите, да, я слышал, что там большие инвестиции, они переходят на производство евро-4, евро-5. – Да, евро-4, евро-5, они говорили. – Это очень хорошо, я считаю, потому что это продукт с надбавленной стоимостью. У нас есть определенные месторождения, насколько я знаю, которые не могут выходить на экспорт, соответственно… – То есть они перерабатываются на рынке, и НПЗ как раз закрывает эту потребность. – Да, но это реальная конкуренция, поэтому… – Да, я напоминаю, что сегодня мы обсуждали нефтепереработку, выяснили, что в середине 17-го или в конце 17-го завершится модернизация всех НПЗ, после этого казахстанские автовладельцы смогут спокойно заправлять нефтепродукты класса евро-4 и евро-5. Это программа «Нефть», «Лжас» поедельдинов, «Атамикен Бизнес Ченнел», увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова